Академия футбола сегодня это центр футбольного образования Тамбовской области и не только Тамбовской области, но и соседних регионов. Достижения воспитанников Академии позволили получить учреждению статус межрегионального центра подготовки. Сегодня здесь учатся 1280 ребят. Это мальчики и девочки, что не характерно для такого вида центров. И Академия футбола одна из немногих в России, что ведет подготовку и мальчишек, и девчонок. Учатся здесь дети с 2006 года рождения и младшие. Особенно талантливые и способные дети здесь не только учатся, но и живут как в интернате. Круглосуточно здесь проживают почти 100 юных спортсменов. В плотном графике ребят учебы и тренировки. Но начинается день с питательного завтрака. Завтрак, обед, полдник и ужин. Меню не только полезное, но и вкусное. Громовки, калорийность, по годам рождения. Все для энергии спортсменов. Уже успел изучить меню. Например, на обед у ребят будет суп с рисом и мясом. Гречка, опять же, с мясом тушеным. Свежий огурчик, ну а сладкое на вечер. Вафля и какао. В Академии футбола живут и учатся ребята не только из Тамбовой области, но и из других регионов. Тихон Высотин больше четырех лет назад приехал сюда из Липецка. Здесь спортсмен нашел новых друзей и даже успел начать профессиональную карьеру. Но обо всем по порядку. Мы сейчас находимся в жилом блоке Академии. В нем, в Академии я сам проживаю больше четырех лет. В комнатах живут по двое, по трое человек. Сейчас я вам покажу наши условия, мою комнату. Это наша комната. В ней располагаются две кровати, на которых мы спим. Есть тумбочки, также есть кондиционеры, шкафы, игровой стол. В принципе, условия отличные. Есть даже картина, которая более-менее разбавляет обстановку иногда. Так что условия у нас очень даже отличные. Ничего плохого не могу сказать. Есть ощущения дома здесь? Конечно, для меня уже есть. Это уже мой второй родной дом. Я домой там. Это первое время ты там ездишь, стараешься почаще, скучаешь. А сейчас, ну, по ней дело скучаешь, но это уже твой дом. Это как-то твоя маленькая семья. В Академию футбола Тихон поступил в 13 лет. Уехал из родного города, перевелся в Тамбовскую школу, которая, кстати, в двух шагах от Академии, и начал тренироваться. Я играл в Липецке, в Залипецкий металлург. И у нас сейчас проходили соревнования в Тамбове. Ну, и, как я понял, тренера заметили, и первый раз приглашали. Ну, я, скажем так, сомневался. Потому что, как бы, пережать из дома я еще не особо хотел, скажем так. А потом решил попробовать и ни капельки не пожалел. В свои 17 лет воспитанник Академии подписал договор с профессиональным футбольным клубом. Наш герой играет на позиции голкипера в Тамбовском «Спартаке». Я выступал за дубль, за молодежку Академии. И ко мне после сезона подошли, сказали, что вот, планируем подписать. Ну, что молодой, видит перспективу. И где-то сначала прошел с ними первый сбор, и после зимней паузы подписали на полтора года. Сами вратарь, сами вратарь. Так что, тренинг коллектив отличный, тренера отличные. Все более, чем нравится по условиям, по тренировкам. Только доказывать и пробиваться. Хотелось бы, конечно, заиграть как можно выше. Но я понимаю то, что все зависит только от меня. Как я буду работать, тренироваться. Как я для себя цели поставлю, вот такие придется достигать, добиваться. Только через труд, по-другому никак. Загадывать, мечтать, конечно, можно, но на поле все станет явно. Не просто предмет интерьера, а очень важная вещь – весы. Тихон, как профессиональный игрок, следит за весом. 81 килограмм – это верхний порог. Вылезать за него нежелательно, можно заработать даже штрафы. Поэтому взвешиваться приходится часто и работать над своим весом постоянно. Первого сентября Тихон пойдет в одиннадцатый класс. Юноша планирует подготовиться, успешно сдать экзамены и поступит на спортфакт в Державенский. Для учебы в жилом блоке предусмотрена специальная комната. Здесь футболисты укрепляют свой ум. Тихону легче всего дается математика и история. Геометрия и физика для вратаря – тоже немаловажные дисциплины. У нас иногда бывают и собрания с воспитателями, но учителя нет. Ну, допустим, если занимаешься репетиторами, то также можно приглашать его сюда, с ним тут заниматься. И никто не запрещает. Конечно, больше всего внимания академики уделяют тренировкам. Силовые качества ребята развивают в тренажерном зале. Занятия здесь проходят в течение всего года, как, впрочем, и в футбольные тренировки. У Академии три полноразмерных поля с искусственным покрытием, а зимой есть возможность играть в крытом манеже. Тренировочные процессы у разных возрастов по-разному выстроены. То есть у младших возрастов от трех до четырех тренировок, у более старших – пять-шесть тренировок в неделю бывает. Не то, что бывает, они должны быть. Нагрузки по-разному выстроены. То есть у детей это круглогодичный процесс, который не прекращается, в принципе, в течение всего года. Единственное, сейчас вот команда, которую вы видите за спиной, они участвуют в соревнованиях, которые подразумевают уже под собой именно микроцикл недельный и в конце недели игра практически в каждой неделе. Техника в футболе обычно вся практически приобретается до 12 лет. Постоянно поддерживать в определенном состоянии технику ту же, скоростные какие-то качества, ловкости. То есть у футболистов достаточно много качеств, которые он должен уметь владеть. Вообще в старших возрастах уже пишутся индивидуальные планы на каждого футболиста. Кому над чем работать, в принципе, есть время у них для индивидуальной работы также у каждого футболиста. Всего 20-30 лет назад об искусственном газоне можно было только мечтать, не говоря уже о подогреве поля. Однако именно тогда футбольный Тамбов гремел на всю страну. Тамбовский «Спартак» установил рекорд страны – 75 домашних матчей без поражений. Добился такого успеха клуб под руководством тренера Владимира Ковылина. У нас есть такой эпизод в нашей биографии, я имею в виду Тамбовского «Спартака». Четыре с половиной года мы дома не проигрывали ни одной игры здесь. Семьдесят, по-моему, четыре, семьдесят, кстати, дома не проигрывали вообще. С девяносто шестого и по двухтысячи. Вот потом мы в Брянску где-то в двухтысячном проезжали, но там уже состав менялся каждый год. Люди уходили по пять, по шесть человек каждый сезон, уходили после очередного сезона в более высокие клубы. Вот посещаемость была самая высокая во второй лиге в эти годы, то есть никто с нами сравниться не мог. Даже мы где-то приближались туда, ну как высшая лига была, высшая, там российская премьера лига. Идешь на стадион, а тебе кричат там, ну, я не буду там говорить, сколько сегодня забьем, там, четыре, пять, то есть даже не было мысли, что мы там проиграем народа. И всех, там и Астрахани, и Тула, и кто-то там, то есть все то, ну, вот эти вот, центральная Россия, они здесь получали по полной программе. То есть это было. Ну, времена были, так скажем, непростые у нас, ну, и все, Россия, Союз развалился, все, но самое главное, так скажем, были голодные люди для любого дела, которые не только с футболом связаны, но хотели заниматься и отдавались полностью своему, там, призванию. Еще раньше, в 60-х, когда сам Владимир Александрович начинал свою футбольную карьеру капитаном дворовой команды, условий для занятий футболом было еще меньше, но при этом играли в него буквально все. Ну, начинать с кожного мяча, тогда был кожный мяч, это было давно и неправда, но было. Значит, с чего было? Кожный мяч, у нас была там команда планеты, я помню. Вот, мы в финале играли с Чайкой, там, победили, короче, добились победы в однообластном уровне, кожный мяч был в то время, ну, в дикое, здорово, там, собирали дворовые команды. Мы сейчас потеряли дворовый футбол, а тогда был дворовый футбол, там, на улице, во дворе, там, все играли в футбол, там. После футбола даже транслировался футбол, там, после футбола выходили, там, говорили, вот я, там, Сынцов, я, там, Хусаинов, там, были клички свои, там. Игроки золотого состава «Спартака» образца конца 90-х, начала 2000-х успели поиграть за многие клубы России и зарубежья, входили в состав национальной сборной, а многие сами стали тренерами, в том числе в Академии. Вот кипер, который все пенальти похватал, Андрей Кузнецов. Играл как Акинфеев, ё-моё. Привет, Андрей. Привет, Андрей. Все нормально? Да, я тебе спадаю. Ну и что? Здоровье? Работаю. Здоровье, нормально? Когда соберемся у меня? 12 июля. Смотри, я вас ловлю. Тамбов! Тамбов! Сегодня Тамбовский «Спартак» снова в строю и играет во второй лиге. Средняя посещаемость «Тигр-клуба» в прошлом сезоне оказалась лучшей во всем Центральном федеральном округе. Концепция развития детского футбола на Тамбовщине сейчас такова, что для талантливых детей из разных уголков региона создаются равные условия для развития их способностей. Подающий надежды юный спортсмен должен иметь все возможности, чтобы в итоге играть на самом высоком уровне. Мы в этом году существенно изменили, конечно, систему проведения и чемпионата в области региональной спортивной федерации. У нас все муниципальные образования принимают участие. Это 30 муниципалитетов, там из Тамбова 4 команды, 2 группы, первая и вторая. И я такого не помню, чтобы все муниципальные образования принимали участие в таком главном старте. Первенство футбола в этом году проходит по 4 возрастным группам. Это среди детей. В прошлом году 3, в этом 4, а до этого мы вообще 1-2 группы проводили. Поэтому мы существенно изменили развитие массового футбола с тем условием, чтобы дать возможность всем ребятам прежде всего заниматься этим видом спорта. И чтобы у них развить желание прийти в спортивную школу, стать футболистом и доказать и попасть в профессиональную команду. В нашем регионе выстроена сильная вертикаль от детской секции до профессиональной команды, подкрепленная хорошей спортивной инфраструктурой. Команда Академии представляет область в первенстве ЮФЛ, первенстве 2-го дивизиона и первой лиги среди женских команд. Вырастут ли из ребят новые Стрельцовы, Пеле или Месси, не знает никто. Но футбол был и остается самым популярным видом спорта у тамбовчан.